Всем привет! С вами Денис Доропей, горная секция МФТИ. И сегодня выпуск школы спортивного туризма посвящен картам и GPS. Я буду рассказывать о том, как взять топографическую растровую карту и залить ее в GPS для применения в походе. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется сам GPS, поддерживающий растровую картографию. Предвосхищаю вопрос. Денис, а какой у тебя GPS? Какой GPS ты посоветуешь? Я скажу, что у меня Garmin Oregon 650T, потому что я мажор, люблю сенсорное управление, люблю, чтобы GPS еще и фотографировал, привязывал к фотографиям координат. Но вы можете выбрать себе GPS какой-нибудь попроще. любой, который поддерживает файлы гугловые KMZ. Например, Garmin Atrex 20. Отличный, хороший, маленький, компактный GPS. Либо Atrex 30. Все то же самое, только еще электронный компас и барометр с альтиметром. Ну, может, еще какие-то детали. Любой из этих GPS подойдет для того, чтобы ходить в походы. Следующий инструмент, который нам понадобится, это Google Земля. Google Earth. Загружается он по ссылке google.com. slash earth, даунлодите, устанавливаете, получаете вот такую вот программу, на которой вначале показывается вся наша планета. И если накрутить приближение, то появится озеро Байкал. Или даже наш остров Альхон. И еще один инструмент, это сайт маршруты.ру. Он нам нужен как поставщик карт, привязанных к GPS. Начинаем мы с того, что ищем местность на сайте маршруты.ру, карты которой мы хотим скачать и залить GPS. Я ищу, соответственно, Байкал. Тыкаешься, тыкаешься. Кстати, все это находится, если с главной, то сайт маршруты.ру. Карты, карты мира. Вот, кликаем сюда. Ставим центр Байкал. Приближаем. Ставим центр Альхон. Переключаемся на топографическую карту в правом углу. В левом углу карты есть такая кнопочка, вот такая как бы лупа. Нажмите, чтобы включить режим выделения территории. Используйте кнопку Shift. Окей. Мы нажимаем. Используем кнопку Shift. И выделяем остров Альхон. Теперь жмем кнопочку Найти карты. И нам выпадают все карты острова Альхоны прилегающих территорий. Как видим, выпали листы из Генштаб 1 км. И листы из топографической карты России 1 см 2 км. Я проверил, на сайте существует какой-то баг, почему-то 2 км скачать нельзя. Почему? Не спрашивайте у меня, спрашивайте. А вот километровки загружаются отлично. И мы начнем их загружать. Открываем каждую карту в новой вкладке. И теперь на открытой карте жмем кнопочку Скачать карту для GPS-навигатора. Раз, пошла закачка. Закрываем лист. Раз, закачка пошла. Закрываем. И так несколько раз. Так все карты, которые вы хотите. Я для примера скачаю сейчас только карты вокруг острова Альхон. А потом уже, когда закончу делать выпуск, скачаю все остальное. Вот здесь в правом углу, вот этой обзорной карты, есть такой знак вопроса. Как загружать карты в GPS? Если его кликнуть, то открывается вот такая вот страничка, где подробно написано, как их загружать. Что там сохранить, что там файлы кмз, кмз и куда нужно залить. Написано, подключите навигатор к компьютеру, откройте папку Custom Maps и скопируйте туда файл кмз. Итак, Garmin, Custom Maps. Кмзшки наши. Ищем наши файлы кмз. Их копируем. Находим гарминовские диски. Ой, у меня целых два. Один это флешка, а один не флешка. Давайте зальем не на флешку, раз там места много. Custom Maps. И жмем вставить. Так, карты у нас заливаются. Ну, в принципе, видите, что объем карт, ну не такой уж, чтобы космический. В принципе, можно использовать даже Garmin Etrex 10. Ну, у него там сколько-то памяти есть, соответственно, небольшое количество карт туда можно закачать. Он стоит вообще меньше 5000 рублей. Теперь мы идем в Google Earth. Точнее, мы открываем из папочки все наши файлы по очереди. Они открываются как раз программой Google Earth. Видите, вот квадратик заработал. Вот так вот выглядит карта, загруженная в программу Google Earth. Смотрите, даже рельеф как будто бы в 3D прорисовывается. И мы видим теперь реку Сарму, загруженную таким образом. Если мы отключим временные метки, то обратно вернемся в себе в спутниковую карту. Хоп, включаем. Возвращается наша топографическая карта со всеми деталями. Давайте теперь совершим виртуальный тур из Москвы в Иркутск. И посмотрим, как выглядят залитые карты. Для того, чтобы совершить такой тур, мы вначале уменьшаем масштаб. Еще, 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 еще уменьшаем. Еще, еще. Теперь едем. Вот он Байкал. Ставим его в центр. Приближаем. Находим остров Ольхон. Приближаем, приближаем еще. И сейчас вот после некоторого приближения должна включиться наша кастомная карта. Карта с маршрута в ру километровка. Вот она включилась. Видите, у нас полноценная километровка в нашем GPS с привязкой к координатам. Можно выбрать любую точку, нажать на нее. Покажутся там координаты, расстояние. Вот видите, на самом деле 4333 километра до Ольхона. Вся подготовка карты и заливки в GPS у нас заняла около 10 минут. Хотел бы акцентировать внимание, что наличие GPS и карты в нем не исключает того, что у вас должны быть знания по топографии и навыки ориентирования на местности. С вами был Денис Доропей, горная секция МФТИ. Если вы продолжите смотреть выпуски школы спортивного туризма, то эти навыки ориентирования и знания топографии обязательно получите. Побольше путешествуйте, подписывайтесь на канал, если кто этого еще не сделал. Пока-пока!